Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, политический, экономический эксперт, аналитик, отец украинской демократии Олег Соскин. Вместе с нами Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, те, кто еще не подписан на Политеку, прошу подписаться и также, пожалуйста, подпишитесь на каналы Олега Соскина. И да, прибудет с вами сила мирового благоденствия. Ну, а мы подводим итоги уходящей недели. Она была сверх насыщенной на разного рода события. Есть о чем поговорить, есть что проанализировать. Окончательно и бесповоротно Соединенные Штаты Америки решили продолжить выделять средства, помощь военного характера Украине. Хоть вы и говорили, что денег Вашингтон не даст, но все же Вашингтон эти деньги дал. И по словам Джейка Салливана, советника Байдена по вопросам национальной безопасности, этого объема должно хватить на весь год. Ситуация на фронте остается весьма сложной. Коснемся мы и этого. И также предлагаю обсудить интересные заявления, которые произвучали на этой неделе. Лукашенко призывает Запад сыграть ничью с Россией, иначе Украина прекратит свое существование. Ну, а президент Франции Макрон говорит, что Европа может умереть. Ну, и нашумевшее решение украинского правительства, также в фокусе внимания, украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за рубежом. И по поводу этого решения, и относительно той реакции наших сограждан за рубежом, это также важно проанализировать. Я предвкушаю достаточно нескучный сегодняшний эфир. Прошу поделиться Вас своими мыслями. Давайте сначала начнем с Америки. Потому как я давал не раз прогнозы, что не будет денег. И так оказался, на мой взгляд, все-таки сумели Байден и ФБР, и ЦРУ, Бернс, конечно, молодец. Сумели они сделать из Джонсона майка настоящего, как мне представляется, троянского коня, который перешел на позиции Байдена. И, по сути, он расколол Нижнюю палату республиканцев, конгрессменов в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами, которые будут в октябре месяце, как известно, вся палата, 435 представителей Нижней палаты Конгресса США будут переизбраны. Представляешь? Более безумное решение для США, не для Украины, конечно. Более решение гибельное даже трудно было себе представить. Понимаешь? Почему? Что стояло на кону? На кону стояло два процесса, два вида деятельности. Первое – это поддерживать Украину, как Трамп и другие говорили, за океаном. Зачем нам это делать? И просить на позволящее полностью внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки, в який сьогодні величезным потоком, безперервным, заходит орда мегрантов, которые не раз сообщалось в разных источниках средствах массовой информации, ими попечительством их занимаются наркобароны, наркокартели. Они идут через мексиканскую границу, миллионами. Они потом идут, им делают зеленую улицу, и они идут по этому зеленому свету в Штаты, где при власти полностью вертикаль демократической партии. Их прокуроры, их судьи, их полиция, ФБ, ну все-все полностью. И там они ассимилируются и делаются потом уже избирателями, которые должны голосовать за демократическую партию и за Байдена. Именно это, главное, была вообще вся проблема системная сегодня Соединенных Штатов. На этом выстроена вся концепция избирательная и Трампа, и республиканской партии. Таким образом, Майкл Джонсон принес ее в жертву. Причем на таком, знаешь, он использовал, говорят, иезуитский метод. То есть он действовал очень скрытно. Говорил одно, сделал другое. Хорошо, предположим, то есть он как пошел? Он пошел к Трампу и договорился с ним про помощь для Украины. И Трамп с ним в этом плане согласился. Что да, пусть это будет кредитом. Он Трамп сам про это говорил. Но было же принято решение, что помощь Украине должна идти в одном пакете с мексиканской границей. И об этом шла речь, когда разделили голосование. Сенатский, помнишь, был пакет всех скопом голосовать. И его не приняли, потому что сказали, давайте все разделим и соединим деньги для Украины с деньгами для мексиканской границы. И вот здесь главный обман кореница, который совершил Джонсон. Потому что он не соединил закон про деньги для Украины с деньгами в этом же, не вел интегральной его частью, деньги для мексиканской границы. Хотя он сам заявлял, если ты помнишь, что по этому закону должны были быть восстановлены центры в Мексике, которые должны были заниматься верификацией всех мигрантов, которые хотят зайти в Соединенные Штаты. То есть, Олег Игоревич, я правильно понимаю, что камнем преткновения стала юридическая техника соответствующего законопроекта? Нет. Почему юридическая? Он концептуально был извращен. Про деньги на Украину. Там должна была быть вторая часть, деньги на границу укрепления. То есть, их не пришли деньги. Нет денег на создание достройки стены. Нет денег для укрепления национальной гвардии штатов. Нет денег для пресечения незаконного пересечения границы. Не выделены деньги для воссоздания вот этих центров в Мексике, которые будут проводить верификацию мигрантов всех перед тем, как пускать, не пускать их в Штаты. То есть, Байден и его демпартия классно все решили. Так, а что же могло произойти там, в резиденции Трампа Маралага во время встречи бывшего президента и действующего спикера Майкла Джонсона? О чем они могли говорить и почему вот те представители политического эстеблишмента Соединенных Штатов Америки, которые были ранее категорически против выделения средств на военную помощь Украине, стали категорически в один миг за то, что Украине нужно помогать? Ну, во-первых, из 61 миллиарда Украине дадут только где-то порядка 8 миллиардов, да, под кредиты. Все. Все остальное – это деньги, которые останутся в Штатах и пойдут на их развитие в ВПК. И, видимо, ВПК сказали через Джонсона, пообещали Трампу, что они будут поддерживать его предвыборную кампанию. Плюс, видимо, ну, если помнишь, Джонсон потом рассказывал все это, как на него, как он там, типа, куда-то ходил там, вот, молился, вот, еще там что-то делал, как ему ЦРУ и ФБР показывали разные документы, правильно? То есть многие эксперты говорили, что Джонсон получил письмо счастья от ЦРУ, потом его заявление, что его сын поступает в этой осенью в военно-морскую академию, то есть… Ну, вспоминаем, Олег Георгиевич, что Уильям Бернс публично заявил накануне голосования директор ЦРУ о том, что без американской помощи Украина к концу текущего года проиграет войну России. Было? Было. Он правильно заявил. Ну, конечно, проиграет. Поэтому был какой вариант, и мы это говорили, что использовать формулу мира Китая, первый пункт прекращения огня, замораживание войны, отмена военного положения, проведение выборов в Украине, возврат Конституции в Украине, наказание всех тех, кто совершил антиконституционный мятеж, подготовка к выборам Верховный Совет Украины, перезагрузка Конституции и законодательства Украины. Вот как бы двигались события, если бы не пришли деньги от Америки. Было принято, значит, решение соответствующим мировыми структурами не допускать такого сценария, формирования такой реальности, а пойти путем эскалации этого столкновения. А для того, чтобы пойти путем эскалации, необходимо было принять закон про тотальную мобилизацию, он же так и называется, ужесточение мобилизации. Если в мобилизации поменять одну букву «Б» на «Г», говорит, ты же смотри, не ошибись, говорит, там, говорит, когда пойдешь, говорит, там на дверях стоит «М» и «Ж». Так ты же иди, куда «М» стоит, а не «Ж». А тут было, поменяли «Б» на «Г» и стала мобилизация, ужесточение мобилизации. Вот какая была альтернатива. И Джонсон сказал, говорит, зачем, ну давайте пули отправлять в Украину, чем будут гибнуть американские мальчики. Это же кардинально важно. То есть было принято решение, что на мировом уровне, что украинцы должны сдохнуть, все мужчины, а потом и женщины. В войне против этого путинского, путинских гоблинов, этого кремлевского недоумка кгбиста. Понимаете? Олег Игоревич, ваш прогноз, как теперь могут развиваться события в рамках российско-украинской войны после принятия этого закона? Ну смотри, правильно же сказано, что в принципе этих денег для ведения войны спокойно до конца года хватит. Но по мнению Салливана, да. Ну это реальность, он правильно говорит. Салливан же хорошо подготовленный человек, понимаешь? Это же не просто Салливан, он советник по национальной безопасности. Поэтому он имеет доступ к огромному объему информации, самой достоверной. И все время как бы с разных источников поступающих. То есть он любую информацию может проверять минимум по пяти источникам. Публичным и непубличным. Поэтому, естественно, он правду говорит. И Бернс будет также в принципе говорить, что это огромная сумма с точки зрения стабилизации фронта. И нанесение глубинных ударов, как Радакин заявил, да, Великобритания, по Российской Федерации. Удары будут очень мощные. Переданы эти ракеты. Английский Storm Shadow плюс другие всякие. По поводу Атакамсов, американских ракет. New York Times пишет, что в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать вот эти ракеты для уничтожения военной инфраструктуры, которая расположена на территории Крымского полуострова. Да. 300 километров. То есть это можно уничтожить. Крымский мост спокойно этими ракетами опоры можно взорвать. 7 мая, кстати, к инаугурации Путина. К инаугурации Путина, да, чтобы ему веселей было, чтобы инаугурировать. Вот. Это можно уничтожить полностью все севастопольские базы Черноморского флота. По полной программе. Это можно уничтожить все стоянки, которые есть в Азовском море. То есть это очень серьезные будут удары. Ракет очень много. Их будут давать еще, сейчас они заявили, что минимум 100. Сбивать Атамсы невозможно. Так же и как Shadow практически невозможно. Поэтому, в принципе, для Путина это просто черная какая-то полоса сейчас будет. Зеленский пошел в Абан. Ермак, Зеленский. Ну, вся вот эта группа войны, да, в Украине. Им терять уже нечего. Абсолютно. Потому что Конституция попрана. Началась война с мужчинами внутри страны и вне. Поэтому у них есть только, как тот говорил, или под венец, или к прокурору. Кавказской пленнице. Поэтому они должны сейчас показать, что эти средства, выделенные западным правительством мировым, не напрасно. Золотым миллиардом. То есть необходимо будет показать результат на поле боя? Ну, системно. И внутри. Ну, Россию будут бить и внутри, и вне. Тем более, что это надо делать, потому что Байдену идет все ближе и ближе. К нему подходят же выборы. Это никто не отменял. У них же там они будут. И это же сенаторов, кажется, штук 60 будут менять. И избирать. И всю палату. Представляешь, 435 депутатов, этих конгрессменов. Поэтому, ну, то, что этот уже Майк Джонсон списанный, это 100%. Его поделят на ноль эти женщины и все другие. Только так. Они пойдут сейчас. Будет подано вот это, то, что Грин написала. Ну, тогда подала. Она, так сказать, взяла перерыв. Потому что были какие-то обещания Трампу даны. Но после того, как сейчас объявили о преследовании Джулиани и целой группы ближнего окружения Трампа уголовного, из-за того, что якобы что-то там они пытались влиять в каком-то штате, то это практически полностью сжигаются все мосты компромиссов договоренностей между демократическими представителями кулисы-за кулисы партии и республиканской. То есть, фактически, Джонсон, ну, Зеленский вместе с Джонсоном раскололи США на два лагеря. Джонсону этого, я так полагаю, никто не простит. Исходя из того, что я изучал теорию-практику революционной борьбы, процессов, войн, столкновений, теорию-практику стратегического управления. Ну, всего, чего только можно. А Джонсон предатель, и не просто предатель, он коллаборант, он ренегат для них. Для нас, для Зеленского, так нет. Как для украинских мужчин и народа, это большой вопрос. Понимаешь? Потому что теперь будут грести всех подряд, чтобы их бросать месяц, и подают им подготовки. Он, как мать сейчас написала про своего сына, там, в Турчине, кажется, да? Это Хмельницкая область. Паренька заграбастали, 20 лет ему. И их бросают туда на передовую, к Сирскому, которая имеет кличку, известно какую. Поэтому, что будет сейчас происходить? То есть, Джонсона пустят под паровоз. Хотя публично, Олег Игоревич, Дональд Трамп выступил в поддержку Майка Джонсона, сказал, что тот очень хорошо справляется с работой в сложных условиях. И некоторые ваши коллеги высказали такое предположение, что Трамп может предложить Джонсону идти вместе с ним в паре в Белый дом в качестве кандидата в вице-президенты. Ну, это, ну, я думаю, это утопия абсолютная. Ему, если надо пенс номер два, то тогда так надо и сделать. Поэтому Джонсон оказался предателем. Для них. Я не говорю для нас. Для них он предатель. Более того, расколоть Конгресс и Верхнюю Палату, и Нижнюю, это, конечно, вообще просто супероперация проведена. И я полагаю, что вот это правое крыло, которое входил Джонсон, когда был просто этим конгрессменом, оно подаст сейчас вот это, то, что было зарегистрировано, поданья гриль. И там есть целая группа уже, которая это сделает. Ясно. И вот тогда будет достигнут для них момент истины, очень важный. Когда Джонсона не позволят снять, демократы, плюс за него проголосуют предатели, ренегаты в Республиканской Нижней Палате. Вот их самая главная ведь задача теперь какая? Ликвидировать предателей. В ходе, ну политический, в ходе предвыборной борьбы. Не дать предателям, ренегатам зайти снова в Конгресс. Превратить их просто в пыль политическую. Вот главное. Задача уже в том, что произошло, оно уже произошло. Но когда можно будет увидеть предателей? Тогда, когда будет вынесен вопрос об отставке Джонсона. И Масси, там один из конгрессменов, он заявил, что Джонсону дали период самостоятельно уйти в отставку. Он перед этим заявлял, что он не уйдет и будет до ноября. Понимаешь? Плюс он оказался лживым человеком. Ему было сказано, что он вошел в контакт и в сговор с этим лидером демократического меньшинства в Нижней Палате. Он заявил прилюдно, что он с ним не встречался. А потом сказал, что он с ним позвонил ему сам Джонсон и беседовал по телефону. Уже путается в показаниях. Конечно. Конечно. Понимаешь? То есть Джонсон оказался просто мальчиком-брехуном. Я думаю, там Спарц, Грин и некоторые другие, они его просто сейчас будут на политические полосы, на белые ленты резать. Такая песня есть. Белые ленты. Короче говоря, Олег Георгиевич, что-то там начинается, что-то затевается. Олег Георгиевич, а, собственно говоря, что будет предпринимать и делать Россия в ближайшее время? Потому что мы помним хорошо эти заявления, которые звучали. Мы с вами их ранее анализировали по поводу грядущего, якобы наступления масштабного российских войск. В конце мая, в начале июня Шойгу уже министр обороны РФ грозит ударами по логистическим путям и складам с оружием. Военные эксперты развернули дискуссию, будет ли Россия выпускать по 100 ракет в день. Что вы думаете? Я думаю, что сейчас у Зеленских... Тут надо исходить ситуацию с Зеленским. Гермак, Зеленский, Шмигаль, вот эта вся группа. Они как бы пошли ва-банк. Ну, не как бы, они пошли ва-банк. Как просто суперсверхазартные игроки в казино, играющие в рулетку. Но это кровавая рулетка, мы с тобой говорили. Понимаешь? Что они будут делать? Они должны просто сейчас бить по российской территории. Я тебе сказал, английскими ракетами и уничтожить Крымский мост и Севастопольскую базу, и все, что только можно в Мариуполе, Мелитополе, ну, где-дет только можно, да? Этими атамсами. Вот у них простая задача стоит. И плюс они должны уничтожать нефтеперерабатывающие и прочие предприятия в России. Как в Смоленской области сейчас вырубили. И еще где-то сейчас тоже базу уничтожили. И несмотря якобы на запреты со стороны США не наносить удары по российским НПЗ, мы видим, что НПЗ РФ продолжают гореть. Уже нету, запрет снят. Полностью подняли ставки. Атамс поднял ставки. Вот эти ракеты подняли, и этот пакет поднял ставки. Можно делать все, что угодно, только атамсами пока нельзя бить внутрь России. И поэтому не дали Таурасы. Понимаешь? Привет Олафу Шольцу очередной. Ну да. Он же встречался. Но зато все, что можно, будет давать Великобритания. А Шольц будет давать все, что можно, для нанесения ударов по российским позициям внутри страны. Плюс Патриот и ракеты к ним и рисы. То есть фактически война переходит на новый кроваво-тотальный, и жесточайший уровень. Это точно. И тут выходит Александр Лукашенко, Олег Игоревич, и призывает Запад сыграть ничью с Россией, иначе Украина прекратит свое существование. Также Лукашенко говорит, что формула Зеленского нереальна. Россия не уйдет с занятых территорий. Никто сегодня не хочет воевать, поэтому нужно идти к миру. Необходимо начать со стамбульских соглашений. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты эти парафированные участниками соглашения, но с них необходимо начинать. Для американцев Китай и Россия это все еще не все противники и враги. Для Америки серьезным соперником является сама Европа и Европейский союз. И вот такая вишенька на пироге. Лукашенко утверждает, что белорусская оппозиция хочет захватить Кабринский район, граничащий с Украиной, и объявить новую власть, и обратиться к НАТО и ввести войска. Как вы такой поворот? Говорили про то, что это надо было сделать еще в 22-м году, когда Украина наступала. Надо было, и я это говорил, перенести боевые действия на белорусскую территорию. Вас не послушали. Боевые действия на белорусскую территорию не перенесли. По Мавзолею Ленина так и не ударили. По Валуйке не взяли под контроль. Не зашли в Курчатово. Не высадили, вместо того, чтобы переть на эту линию Суровикина, не зашли через нижнюю часть дельты Днепра на Скадовск и голую пристань, кажется. Правильно? Там, где вообще никакой обороны не было. То есть там сидят такие, что у меня нет слов. Можно такие эпитеты использовать, но не хочу. Поэтому все произошло так, как должно было произойти, когда к власти дорывается какая-то группа людей совершенно некомпетентных. И теперь смотри, что дальше будет. У Зеленского, в принципе, и группы уже нет вариантов. Им надо повышать ставки. И Сунаку, и Байдену, всем. И Рюте. То есть есть фактически группа радикалов войны, которая уже имеет ключевые позиции в золотом миллиарде в западных странах. Им отступать некуда. А Украина – это просто орудие золотого миллиарда. И для Украины, на мой взгляд, исходя из моих знаний, опыта и прочего, фактически Украина уже не ведет национально-освободительную войну. Украина стала орудием в межимпериалистической мировой войне. Потому что национально-освободительная война, она подразумевает национально-освободительные интересы и защиту своего народа, своего этноса, нации. Украина шансов выйти на 90-е границы первого года никаких не имеет. Отвоевать территорию, которая была захвачена в результате начала войны, февраль 22-го года, никаких шансов не имеет. Понимаешь? Эта вся территория стала территорией в конституциональной части Российской Федерации. Поэтому Российская Федерация теперь уже в переговорах никогда не пойдет на то, на что она шла в стамбульских соглашениях. Понимаешь? Более того, вообще могло бы не быть войны, как говорил Масляков, который же, собственно, и нашел Зеленского в КВН, когда взяли мальчиков с Кривого Рога. Понимаешь? Вот. Но интересно все-таки, вот с кем Зеленский, как бы кто ему сделал добро, потом с теми людьми почему-то что-то очень такое случается. Теперь пришла информация про Маслякова. Вот. Что он уже все, так сказать, сдал все эти свои полномочия, потому-то, тому-то, тому-то. Ну, есть, можно посмотреть почему, не будем говорить. Так вот. А то же с Коломойским случилось. С кем только не случилось. Можно целый уже такой список писать. Так вот, смотри, что произошло. Александр Ильич, пардон. Вот загуглил я по поводу Маслякова. У КВН новую ведущую Маслякова онкологическое заболевание. Один день тому назад начали об этом активно писать. СМИ сообщают, что у Маслякова нашли опухоль. Да. Неоперабельно. Все было хорошо. То есть, можно было не начинать, понимая, что Украина фактически не имела армии, оружия и всего. Да, Путин предлагал договориться. То есть, можно было не начинать эту вторую фазу войны. Да, пришлось бы идти на уступки. Но Зеленский так и говорил, что пойдем на уступки, когда призывал за него голосовать. Порошенко шел как представитель партии войны, Зеленский шел как представитель партии мира, если вспомнить. Правильно? Поэтому за него столько проголосовал. Дальше. Можно было остановиться, когда были эти соглашения парафированы, стамбурские. Да. И тогда мы бы все сохранили, хотя бы то, что имели. Да, пошли бы на уступки, но имели бы территорию незахваченную, Херсонскую, Запорожскую, целые города имели бы. И не имели бы 12 миллионов выехавших за рубеж в разные страны. И не имели бы внутренних 6 миллионов переселенцев. И не имели бы гражданского конфликта внутри страны, между разными частями украинского социума, который может перерасти в горячую после этого закона о мобилизации, в горячую фазу. А тут еще проблема паспортизации возникла. Так вот смотри. То есть этого бы ничего не было. Теперь вот это было период национально-освободительной войны. Теперь после принятия закона в Америке, передачи этого оружия и разрешения бить по России и прочее-прочее, война становится уже межимпериалистической. Россия империалистическое государство. Да, конечно, империалистическое. Они не скрывают, что они хотят восстановить Российскую империю. Запад. Империалистические государства? Конечно, империалистические. Они не скрывают, что они хотят править всем миром. Они тут евроатлантические державы моря. Украина кто? Украина просто орудие, не инструмент, а боевое орудие в войне одного империалистического блока против другого империалистического блока. Олег Игоревич, на этой неделе, в связи с тем, о чем вы только что сказали, один из представителей Министерства обороны РФ сказал о том, что так называемая специальная военная операция, военная Россия против Украины, она будет длиться до 2029-30 годов. И это все закончится тем, что военно-политический блок НАТО, он распадется, а Россия сможет сформировать устойчивую коалицию. Конечно же, мы можем догадываться, какие потенциально страны могут войти в эту коалицию с Россией, но я хотел бы понять, вот на чем базируются, собственно говоря, эти прогнозы, эти расчеты, что война может длиться еще 6 лет. Ну, понятное дело, когда мы говорим про 30-й год, то мы держим в уме, что вот состоится инаугурация Путина 7 мая, и его очередной конституционный срок, это как раз вот эти самые 6 лет, то есть до 30-го года. Ну, это болван просто же говорил, что так будет. Война будет длиться, она только началась. Мы с тобой, я тебе говорил, что минимум до 34-го года война будет длиться. И это соответствует всем научным, стратегическим моделям, которые заложил тот же Кондратин и многие другие после этого. И тот же Петерин Сорокин, ближайший был друг и соратник Кондратьева, и Леонтьев, ну, многие люди это говорили. То есть ситуация очень простая, что война будет длиться, и война должна перейти обязательно на северный фланг балто-черноморского коллектора. Понимаешь? Ну, конечно, никакой победы России не будет. Ее вообще не будет. Это штучное образование, которое должно распасться. Просто агония его будет очень длительной. У него нет, Российской Федерации, нет политэкономической основы функционирования. Понимаешь? Ну, нету ее там. Плюс, ну, не может государство, которое имеет полтора триллиона ВВП долларов, состязаться с государствами, которые имеют США и Европейский Союз порядка 20, там, ну, где-то до 40 триллионов долларов ВВП в год. Полтора триллиона и 40 триллионов это несовместимые понятия политэкономические. Российская Федерация это недораспавшиеся просто остатки империи. Китай, а что такое Китай? Китай это лоскутное одеяло. Там просто надо немножко, так сказать, кинуть денег, чтобы там шесть группировок региональных, в том числе Шанхай и все остальные, начали немножко выступать против Пекина. И от этого Син Цзепина и его Китая ничего не останется через год. А Син же, кстати, встретился с Энтони Блинкеном. Надо и об этом поговорить, о визите главного дипломата американского в Китайскую Народную Республику. Северная Корея, Иран, то есть это все страны-изгои. Это все лузеры. Понимаешь? Это так называемые государства-неудачники. Фейлстей. Поэтому, конечно, ось зла создано. Так я это тоже полтора года назад уже объяснял, почему она создана. Говорит, как у одного есть трусы, а у второго нищего есть майка, а у третьего есть башмаки порванные. Поэтому они периодически друг к другу это позычают, чтобы было у одного потом трусы, майка и порванные башмаки, чтобы он мог пойти и поковыряться где-то в западных мусорниках. Вот они так и делают по очереди. Поэтому, но Украина имела шанс остаться субъектом и пойти на вот это, там этот Кучма, так сказать, он всегда так, понимаешь, я ему, когда весь мой опыт с ним отношений, он не видит вперед. это практически все представители, можно быть мультимиллиардером, но при этом видеть только то, что ты видишь, как Чукча, что вижу, то и пою. Поэтому Кучма сейчас говорит, вот это мюнхенский сговор, Украина и прочее. Данил Ильич опять остался где-то там в аргигардах, в запасниках. Это уже не сговор, это уже аналог войны зимней между Финляндией и Советским Союзом Сталина. И Украина, да, имела все шансы выстоять и сейчас тоже. По сути, вот эта линия Маннергейма. И тогда, конечно, да, мы как бы не будем иметь той территории пока, которая захвачена. Но в чем была гениальность Маннергейма? Что надо подождать. Понимаешь, Финляндия в самом деле, она таким образом сохранила свою тогда субъектность. То же самое сделал для Чехословакии, для Чехии, когда не было уничтожено право, их президент, который там был тогда в Чехии, но не этот, которого НКВД за Бенеш, которого завербовала, а другой был. Он потом, когда война подходила к концу, он ушел уже из жизни. На него собак вешали, но он спас Чехию. Хотя Чехи тогда в Праге дали клятву на верность Гитлеру и Германии. Но это им не помешало функционировать на сегодняшний день очень нормально. Понимаешь? И пережить потом оккупацию Советского Союза Чехословакии в 68-м году. То есть есть разные приемы, как выжить геополитически в тяжелое время слабому геополитическому субъекту лузеру. Решили Зеленский и компания решили идти вот этим путем бойни. Ну какой механизм? Я сказал какой. Это нанесение этих страшных ударов возмездия Российской Федерации. Путин в долгу что? Не останется. Будет эскалация. И тогда что случится, Вадим? тогда фактически у Зеленского Ермака и всех остальных не останется другого варианта, как осуществить заход на белорусскую территорию. То, что говорит Лукашенко. И я думаю, что поэтому там и держится эта 150-тысячная группировка для того, чтобы поддержать этот заход. то есть нанести удар на Путину, как говорится, под дых. Дестабилизировать режим Лукашенко. Крутой может быть поворот. Однозначно крутой. И это должно произойти до май-июнь месяц. И к этому все готово. И тогда у Путина просто он будет на разрыве. Он ничего сделать не может. Понимаешь? Интересно, Олег Игоревич, вы расклад нам тут выложили по поводу вот того противостояния, которое мы сейчас наблюдаем, вот этот уровень напряженности. Народный депутат без угла предлагает украинским мужчинам за границей, которые не хотят обновлять данные в ТЦК, было официальное сообщение, что ТЦК теперь будут работать круглосуточно, а как же комендантский час? Ну да ладно. Так вот, она предлагает отказаться от гражданства Украины, если вы не видите себя украинцем, сдавайте паспорт, идите, оставайтесь за границей. Спустя какое-то время Алексей Арестович, бывший советник Офиса Президента Украины, в одном из своих интервью говорит, смотрите, что может получиться, Путин может предложить находящимся за границей украинским мужчинам, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить паспорт РФ. Путин скажет, если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт, и из 10 миллионов украинцев за границей 1 миллион вполне может сходить за российским паспортом, и он получает суперкозырь. Что вы мне о зверствах на оккупированных территориях рассказываете, говорит Арестович, если люди пришли добровольно получать российские паспорта, и создаст такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылезать. Как вам такой поворот? Давай с Арестовича начнем. Это у Арестовича он как бы есть Алексей Арестович, а иногда у него включается Люся Арестович. Когда Алексей Арестович говорит, тогда он говорит очень разумные и правильные вещи. И вот я с ним делал, и с Балашовым делали хорошее интервью. И у Немыри, и у Балашова, и очень сотни тысяч, миллионы просмотров. Но, видимо, иногда включается Люся Арестович, другая часть натуры, понимаешь? И тогда он начинает говорить, какие вещи, которые абсолютно неадекватны. Ну, не то, что даже неадекватны, не так. Которые просто не имеют под собой никаких научно, скажем, объективных оснований. В чем Арестович прав? Что то, что сказала безуглая, это все равно, что пугать ежа, ну, чем-то таким, знаешь, отчего ежи не пугаются? Яблоко, да. То, что сказала безуглая, вот так образно. А что сказал Арестович правильно? он сказал, что этим украинских мужчин не испугает. Но что он говорит, фактор, который, может, он специально так сказал, а может, не учитывает. Мужчины, которые выехали на Запад, они паспорт Путина брать, что, не будут. сегодня, как известно, уже было, ну, вчера оно было принято, постановление Европейского парламента, 493 депутата, кажется, проголосовало европейцев, их стран, Евросоюза, о том, что считать президентские выборы Путина незаконными, нелегитимными. А ранее ПАСЭ признала Путина нелегитимным российским президентом. Да. Ну, тогда логично, если ты находишься в Европе, на кой тебе нужен путинский паспорт? Те, которые хотели получить путинский паспорт, они выехали туда, на восток, и остались на оккупированной территории. Вот этот мужчина, Доброди, якому 88 років, якій всю ніч выходи в закупации, вот он показал с-под московского ИГа, да, они ему говорили, давай, дед, давай, это самое, украинский паспорт, выдаем российский. То есть, они как раз действовали, как сказал Арестович. Он их втихаря послал в одно место и ушел. То есть, это люди, сделавшие выбор. Поэтому, что произойдет? Что точно будет происходить? Украинские мужчины и женщины и семьи и дети и старшее поколение. Если сейчас будет вот это продолжаться вакханалие антиконституционное по поводу невыдачи новых паспортов и всего документов, а это нарушение прямой Конституции. В принципе, Кулебу и Сибигу надо было бы просто за такие вещи немедленно снимать постов и прочее, применять санкции. Но, хорошо, им дан приказ, они его выполняют. Причем, понятно, приказ дан с Вашингтона и Лондона. Это 100%. Теперь смотри, что произойдет далее. Дальше мы услышали то, что сказал полстату вот этот министр, медик по призванию, 42 года ему, 43 года ему, с двойной фамилией. Вторая часть польский министр обороны, он же вице-премьер, он же лидер сельской партии крестьянской, он же со-сопредседатель третьего пути. Он заявил, которого почему-то в биографии не пишется, кто его мама. Вот все есть, и про дедушек, и про папу, и про дяди, и про двоюродную сестру, дедушки, про все есть. И про первую жену, и про вторую жену, а про маму ничего нет. Такое впечатление, что он откуда-то появился без мамы. Владислав Косиняк-Камыш. Да, Косиняк-Камыш. Помнишь, песня была такая, ну она есть, хорошая такая народная песня, шумел камыш, деревья гнулись, и ночь темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла, ну где-то там, короче, вот, буря мглой, ну и там идет буря, море там, и такое. Может, потом Пушкин, или песню написали по Пушкину. Короче, вот этот Косиняк-Камыш, он сказал, что, вообще, слова у него замечательные, он говорит, соотечественники, ну то есть, это он так про поляков говорит, ходят и видят в кафе молодых украинских мужчин и очень возмущаются. Ну вот, Вадим, вдумайся в логистический ряд того, что этот человек заявляет. Представь себе, польские города, маленькие, большие, там ходят возмущенные поляки, да, и выискивают украинских мужчин в кафе. Потом они начинают возмущаться, что эти мужчины сидят в кафе. Понимаешь? Ну, потом надо же определить, молодой мужчина или немолодой мужчина. Понимаешь? То есть... Украинец или не украинец? Да. Надо же еще, понимаешь, такую ахинею слышать от вице-премьера, у них всего два вице-премьера у Тузка. Вот этот Камыш, Косиняк, да, и второй еще кто-то есть. И он же министр обороны. Парень закончил Краковский медуниверситет и потом сразу начал писать диссертацию. Диссертации там слов 15 и их там без бутылки виски не разберешь. Про что диссертация. Понимаешь? Потом он сразу стал заниматься политикой. 30 лет он уже стал у Тузка министром по социальной политике и еще чьей-то защите там. То есть он всю жизнь занимался политикой. и вот он нигде не служил ни в какой армии. Не знает ничего про эту оборону. Ни про воинскую службу. Ну, фактически, как наш Зеленский. Его папа говорил, что ни в коем случае мой сын не пойдет, как он там говорил. Сколько повесток у него было? Три или четыре у Зеленского? Никто не считал. Это пример, как надо сегодня мужчинам украинским вести. Надо брать пример Зеленского молодого. и Кассиняка. Теперь смотри, он говорит, вот, типа, мы будем действовать, как нам попросит правительство Украины. Нет проблем. И вот тут его поддержал вот этот литовец, министр обороны по фамилии Кощей Небосмертный, а Кащеус. Фамилия у него Кащеус. У того Камыш, а это Кащеус. Вот. И он тоже сказал, что мы будем действовать, как поляки. Так? А помнишь, в наших передачах я говорил, ни в коем случае не едьте в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, потому что у вас будут проблемы. Олега Игоревича тоже не послушали. Теперь у людей... В Польше я точно, помню, была первая в этом списке. Вот куда-куда в Польшу ехать не нужно. Не нужно. 950 тысяч поехало. Слава Богу, остальные уже не поехали. Едут в Германию. Правда, Олегу Ильичу от этого не холодно, не жарко. Никаких дивидендов я от этого не получил. Понимаешь? Но что хорошо... Олег Ильич, я как бы тоже. Ты тоже. Вот видишь, это же несправедливо, это же не капитализм. Согласен. Согласен. Смотри. Причем, мы же с тобой агитируем не за смерть, мы с тобой агитируем за жизнь. За то, чтобы люди имели их семьи и будущее. Теперь смотри, что дальше получается. Дальше получается следующее. Вот сказала это безумие. Но она молодец. Она, конечно, просто молодец. Это... Вот говорят, есть такая мудрость, говорит, что у умного в уме, кто у кого-то на языке. Далеко пойдет. Далеко пойдет, да, далеко пойдет. Так вот, смотри, а что получается? Теперь мужчин же уже почти и так в Украине нет. Уже ж нету рождаемости. В этом году рождаемость будет уже вообще случайным фактором. Уже никто не родится в 24-м почти. В 23-м родилось 176 тысяч. Если в 24-м 1040 родится, так это вообще будет геройский поступок. Им надо всем, чтобы Зеленский этим матерям сразу выдавал героев Украины. 40 тысяч героинь будет. Теперь смотри, что будет дальше. Получается, что по Конституции может сделать теперь любой украинец? Мне там пишут, Олегович, так очень нельзя отказаться от украинского гражданства. Так отказываться не надо. Есть формула выхода с украинского гражданства. Когда человек пишет заявление, прикладывает к нему какие-то там пару фотографий, еще что-то, и пишет заявление на Зеленского, и отправляет его ДХЛом на Киев, на Банковую, Зеленскому, о том, что он выходит с гражданства Украины. Там пишут, так это же он должен решать. Так он, Зеленский может решать, что ему в голову придет. Человек совершает акт в соответствии с Конституцией, он выходит с украинского гражданства. Да, как отречения, как у Николая Второго. Не, не отречения, это не отречение, нет, неправильно, не говорит такие вещи. Это просто выход с украинского гражданства. Он вышел с этого гражданства. А теперь он думает, какое ему новое гражданство войти. С одного он вышел, а войдет в другое гражданство. Он теперь находится в периоде выхода с одного и вхождения в другое гражданство. Дальше вот этим всем маленьким детям, которые в Украине находятся, думают, что это песочник, они в песочнице играют и в памперсах. Объясняю, так сказать, очень простым политэкономически ликбезовским для них языком. Спрос рождает предложение. Спрос на запрет выезда мужчин породил предложение, вернее, ну да, породил предложение, как выйти с Украины при запрете и сотни тысяч этим механизмом что? Воспользовались. Кому-то не повезло, риски большие. Но другие воспользовались. Теперь смотри, как будет дальше. Сейчас, я полагаю, должно появляться в Европе где-то 5-6 может больше стран, которые там, например, от 5 до 10 тысяч евро будут продавать свое гражданство. Весь проблем. Сербия будет это делать? А почему нет? Северная Македония? А почему нет? Босния-Герцоговина? А почему нет? Албания? Бос проблем. То есть практически мы сейчас, я уже не говорю про Молдову и Приднестровье. То есть появится прайс, почем паспорт? Приднестровье вообще берет наших так. Потому что из 900 с чем-то километров границы с Молдовой, 405 километров приходится на границу с Приднестровья. Поэтому туда заходить вообще не вопрос. Заходи не бойся, выходи не плачь. Заходи не бойся, выходи не плачь. Абсолютно. Более когда эта пастушка гусей проиграет, 20 октября у них президентские выборы. И президентом станет другой человек, который уже ее обгоняет там на пунктов 10. Это ВМА и Санду. Вот. Санды уже не будет. Понимаешь? Ни Гросу, ни Санды. А будет, я не говорю, что это обязательно Гуцел будет, но там есть других несколько человек, которые ее по рейтингу уже гоняют. В октябре она проиграет. Да. И поэтому что будет? Народ поедет или уже едет в Молдову. Вот это то, что они говорят на 15 тысяч увеличат количество пограничников. Смотри, как бы будем заканчивать, завершать. Лучше бы они этих 65 тысяч пограничников с оружием отправили бы в Авдеевку, в Очеретино, вместе с 150 тысячами полицейских, вместе с этим председателем полиции и министром внутренних дел. Там же нет войск, а вот внутри страны стоит огромная подготовленная группа десятков, сотни тысяч вооруженных людей. Если у вас прорывают фронт, то почему вы не возьмете этих вооруженных людей и не бросите их на передовую, а гоняетесь за детьми, которые вообще не держали в руках автомат по маршруткам, по прочим местам. То есть это или специально, чтобы развязать гражданскую войну в Украине, или от того, что недоумки. Понимаешь? Вот я тебе описываю, как будут сценарии развиваться. И последнее. Я полагаю, что если сейчас этот закон про могилизацию не отменят и не уберут вот эти все запреты, то в ближайшее время страна вернется в модель анархии. Песня прекрасная есть. Она есть и коммунистический вариант, и анархический вариант. Про тачанку. Эх, тачанка, расточанка, наша гордость и краса. Пулеметная тачанка, все четыре колеса. Ну и дальше там тачанка, полковчанка, тачанка-киевлянка и так далее, и так далее. Поэтому начнется период Махновщины и тогда огромная вероятность, что появится новое геополитическое образование на карте под названием Бессарабская конфедерация в составе Молдовы, Приднестровья, Гагаузии и Одесской области Буковины Подолья. И будет это называться, как там есть Швейцарская конфедерация, а это будет называться Бессарабска, это самое, Буковинская конфедерация. Олег повез ультиматум Китая, потому что известно, что Китай практически сегодня является донором Путина. И даже не так, как вы, потому что он поставляет всю электронику, это сто процентов, но он делает еще более поганые шаги. Он поставляет им станки, оборудование для производства военной оружия. Понимаешь? Для танков, для артиллерии, для снарядов у него есть средства производства. И он их втихаря поставляет Российской Федерации. Вне сомнения, что эти станки обслуживаются операторами техническими китайцами, этими компаниями. Вне сомнения, что те россияне, которые потом работают, граждане РФ, мы не знаем, нет такого понятия россияне, это могут быть и башкиры, и татары, и кто угодно, и буряты, и марийцы, и так далее. Ну, чеченцев точно нету, и дагестанцев, все остальные могут быть. Так вот, они проходят, я уверен, в этом стажировку в Китае в этих компаниях. плюс сто процентов это все средства производства находятся на техническом обслуживании китайских фирм. И вот это самая опасная вещь, которая только может быть. Потому что они, что заявил Борель, кажется, что склады переполнены, а производить можно, у России нет таких станков, и материалов таких нет, это есть только у Китая, и он может достать их где угодно. Плюс Индия, наверное, еще дает сто процентов что-то. Вот. Исходя из этого, что Блинкин будет сейчас или сказал уже Синдзепину, чтобы тот эти свои штучки прекращал. Если Синдзепин не прекратит этого, то случится то, что я тебе вначале сказал. Взвейте соколы орлами, надо ребята воевать. В Китае начнется программа английско-американская по разделению Китая на шесть воюющих субъектов. Короче говоря, Сей, не балуйся. Олег Игоревич, вынуждены завершать. Олег Соскин, известный украинский эксперт, аналитик, отец украинской демократии, был сегодня вместе с нами на Политеке. Спасибо вам за этот эфир, спасибо вам за разговор, также благодарны с нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Напоминаю, те, кто еще не подписан на Политеку, пожалуйста, подпишитесь, ну и на каналы аналитические Олега Соскина также прошу подписаться и да пребудет с вами сила мирового благоденствия. Берегите себя, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok